Дорогая Церковь Дорогая Церковь Дорогая Церковь Дорогая Церковь Дорогая Церковь Вот такая простая проповедь. Но, конечно, знаете, на самом деле есть в Библии так много сокровища, так много принципов, которые вот в этом заложены, что благословляет нас. Но я хочу еще раз взгляд наш сегодня сфокусировать. Вот я лично считаю, это мое твердое убеждение, мое твердое мнение, что это единственная миссия или единственная цель, которая есть у христианина, живущего на этой земле. Эта цель заключается в том, чтобы благовествовать людям об Иисусе Христе. И я постараюсь раскрыть это через слово, чтобы ободрить твое сердце и благословить твое сердце. Знаете, мы получили спасение, кто-то какое-то время назад, кто-то совсем недавно пришел в церковь. Но одно, что очень важно, твердо знать каждому христианину. Если ты родился свыше, если Бог дал тебе новое сердце и Бог дал тебе новую жизнь, ты стал верующим, ты стал христианином. Если ты родился свыше, это уже обязанность. Это даже не просто наше хотение. Можем выбрать, а можем мы это и не выбирать. Это то, что вменяется нам в обязанность, то есть мы должны показать людям, которые живут вокруг нас, то, что Бог сделал в нашей с вами жизни. Знаете, это не просто Божье пожелание для церкви или для христианина. Это конкретное повеление. Матфея 28 глава, он сказал, идите и проповедуйте Евангелие людям, которые живут в этом мире. И так же говорится еще в нескольких Евангелиях очень конкретно и очень четко о том, что Бог своему народу и своей церкви, он дает это поручение. Это как, знаешь, Бог словно, я такой не знаю, может быть, прообраз такой несколько наш земной применил, что Бог берет тебя на работу к себе. Бог нанимает тебя в своем царстве быть делателем на его работе. И он сказал, что если раньше ты занимался обычным каким-то человеческим бизнесом, опять это я в сравнении говорю, если раньше, Петр, ты ловил рыбу, и у тебя был бизнес, который приносил тебе доходы, потому что ты двигался вот в этой рыбной ловле, другие ученики делали что-то другое, то Господь сказал, теперь я нанимаю вас, ну, фактически, я даю вам новую работу в моем царстве. Вы будете ловцами человеков. Вы не просто будете верующими людьми, которые исповедуют меня и которые будут, в общем-то, молиться мне, и будут церковь созидать и трудиться в Доме Божьем, но он дал им миссию. Он сказал, что вы будете моими учениками, ловцами людей, нести Евангелие людям, которые живут вокруг нас. Я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль. Это цель, я считаю, для самого себя. Это цель моей жизни. Вы знаете, как пастор, я могу считать трагедию своего служения не в том, что я сказал, может быть, неважную проповедь, даже не в том, что кто-то из моей церкви ушел и стал в мире обратно, скажем, делать те вещи, которые он делал. Но я считаю, что трагедия моего пасторского служения будет заключаться в том, что если за всю свою жизнь я так никого никогда не приведу к Иисусу Христу, я так никому и никогда не засвидетельствую о том, что Бог любит человека, которому, возможно, вот я сейчас говорю, и Бог желает его спасения. Если я просто спрячусь за свое пасторское служение и скажу, ну, это не моя обязанность, я просто вот проповедую церкви, учу, организую разные дела, людям даю какие-то служения, говорю, что они должны делать, я не думаю, что в этом будет состоять мой комфорт, но я верю в своем сердце, что миссия любого христианина, будь ли это пастор или это учитель или прославитель или учитель воскресной школы, миссия этого человека – благовествовать людям об Иисусе Христе. И я верю, что Бог сделал меня пастором для того, чтобы я еще более успешнее мог достигнуть людей в этой миссии. Я также верю, что Бог дает тебе дары, которыми ты служишь Богу сегодня, или это поклонение, или это воскресная школа, или это еще какой-то дар административный. Я верю, что Бог дает тебе эти дары для того, чтобы ты стал еще более успешным благовестником, человеком, который несешь людям весть об Иисусе Христе. Вы знаете, я не верю в призвание на жизни человека, ну, скажем, может быть, просто как ходатай или как молитвенник, что вся его жизнь и все, что он делает, заключается лишь только в том, что он молится и ходатайствует. Молится и ходатайствует. И никогда в своей жизни он не идет и никому не благовествует. Я считаю, что это служение, ходата и молитвенника, Бог дал человеку для того, чтобы он был более успешным в благовестии. Для того, чтобы он не просто был ходатаем и молитвенником и все, но чтобы он мог идти и проповедовать людям об Иисусе Христе. Вы знаете, таким был Иисус Христос. Он не просто был пастором для своей группы, или апостолом для своей команды, или евангелистом, или учителем, или молитвенником. Он был благовестником. Он был тем человеком, который ходил повсюду, а куда он не мог идти, он направлял туда учеников. И вот вы знаете, Библия говорит, что Он сказал всем нам теперь. Это значит мне, это значит тебе, это значит церкви, которая находится здесь. Идите и благовестуйте по всему миру, несите людям эту весть спасения. Как один пастор сказал, мы немного это изменили. Мы построили церковь, сели в этой церкви и сказали людям, придите к нам, приходите теперь все к нам. Мы ждем вас в церкви, приходите все теперь к нам. Но то, что сказал Иисус, это было совсем по-другому. Он сказал, теперь вы идите к этим людям. Не они должны идти к вам, но вы должны идти к ним. Понимаете, благовестие, я еще раз хочу сказать, дорогой человек, это не призвание лишь только одного человека в церкви. Это не дело лишь только пастора или, может быть, группа людей в церкви, в данной церкви. Благовестие, это просто миссия, я вот так скажу, каждого христианина, который рожден свыше. И если мы выполняем эту миссию, если мы движемся в этой миссии, я позже разъясню еще из Божьего слова, мы переживаем массу тех благословений, которые Бог для нас уже заповедовал, которые Бог для нас уже для всех приготовил. Но еще раз просто хочу повторить, тебя лично, сидящего в этом зале, кто бы ты ни был по призванию, я еще раз повторюсь, либо это может быть большое служение, либо небольшое служение. То, что ты делаешь сейчас для Бога, ты делаешь это для того, чтобы ты был еще более искусным, вот такой, да, может быть, применю слово, более успешным человеком, благовестующим людям об Иисусе Христе. И я постараюсь из Божьего слова этим видением, ну или вот этим местом Писания, этим местами Писания, хотя еще ни одного не назвал, но постараюсь, ну так конкретно из Божьего слова поделиться с тобой, чтобы ободрить тебя. Знаешь, церковь растет не тогда, когда мы молимся за людей и не тогда, когда мы постимся за людей. Церковь растет тогда, когда люди, находящиеся в этой церкви, они идут и проповедуют, они идут и благовестуют. Это не говорит о том, что мы не растем. Конечно, слава Богу, каждая церковь растет. И ваша здесь конкретно, в городе Нарва, церковь тоже растет. Но я даже не касаюсь роста церкви, а просто призвания или миссии каждого из нас в отдельности. Бог, который определил тебя, иди и говори, рассказывай людям о том, что я сделал в твоей жизни. Это, ну на самом деле, очень просто, но вместе с этим в этом заложена масса благословений. Знаете, начинается Библия следующим образом, это книга бытия, там говорится, что Господь сотворил небо и землю. Теперь я хочу обратить ваше внимание на Слово Божье. Господь сотворил небо и землю. И вот сказано, что земля, она была безвидна и пуста, тьма над бездною, Дух Божий носился над водой. То есть земля не представляла из себя ничего особенного в то время, когда вот описано в первом-втором стихе, безвидна и пуста. И далее говорится, Бог начинает процесс творения, Бог начинает процесс созидания. Вот я задавал сам себе простой очень вопрос. Хотел бы я, чтобы в моей жизни Бог проявлял свою творительную или творящую силу? Хотел бы я лично видеть в своей жизни вот эти великие дела Божьи? Эти дела, которые Господь являет, когда Он что-то творит, что-то совершает? Или может быть в городе, в котором я живу? Или может быть вот люди есть, которые рядом со мной находятся? Я задаю себе вопрос, что бы я хотел видеть в их жизни? Дела Божьи или дела дьявола? Конечно, я думаю, единственный ответ, это есть правильный ответ. Мы бы хотели все видеть эти дела Божьи и в нашей с вами жизни, и в жизнях других людей. Ну, по крайней мере, в жизни церкви или в жизни города очень хочется видеть дела Божьи. И вот вы знаете, что интересно? Говорится, когда начинаются дела Божьи? Они начинаются в тот момент или с того момента, вот так правильнее сказать, когда Господь творит свет. Другими словами, буквально, что на нашем сегодняшнем языке переводится, Бог включает свет. Он включает свой большой небесный, ну так образно говоря, рубильник, и Он говорит, да будет свет. И Он творит свет. И только после того, когда Бог творит свет, то есть когда создается свет, говорится дальше, Он начинает планомерно изменять эту землю, придавать ей форму, придавать ей какое-то определенное значение, какой-то смысл. Он творит все остальное, и деревья, и животные, и море, и все, что находится. И в конце концов, Бог творит человека. Вы знаете, я когда читаю это местописание, оно говорит в моем сердце следующее. Если я хочу видеть в своей жизни дела Божьи, если я хочу видеть дела Божьи, ну в городе, в котором я живу, или может быть среди людей, с которыми я нахожусь, первое, что нужно сделать, это нужно включить этот свет. Бог не творит в темноте. Это тоже очень просто. Бог не работает в темноте. Если церковь молчит, Бог не работает в темноте, которая от этого образуется. Если христианин молчит, и он не благовестует о Христе, ведь знаете, Библия говорит, что мы свет этому миру, мы соль этой земли. И проповедь об Иисусе, говорит апостол Павел в послании к Коринфинах, это просвещение, это свет для язычников, это просвещение для людей. И поэтому, если я хочу видеть эти дела Бога в своей жизни, я хочу видеть эту силу Бога в своей жизни, может быть, в жизнях других людей, мне необходимо включить этот свет. Мне необходимо начать благовестовать этим людям об Иисусе Христе. Рассказывать им о том, что Бог желает сделать в их жизни. Если я этого не делаю, я хочу еще раз подчеркнуть эту важную мысль. Я могу сам оставаться в состоянии бесформленности и в состоянии пустоты. Кто я, что я должен делать, куда мне идти, какова моя жизнь перед Богом и вообще, что меня ожидает. То есть полное бесформленное состояние. Но когда человек начинает благовестовать, когда он начинает делиться с другими людьми, тем, что Бог совершил в его жизни, знаешь, сила Бога, она начинает изменять твое сердце. Приходит форма, приходит направление, приходит какой-то смысл. Это самая первая, наверное, мотивация, которую я хотел бы особенно сильно сегодня подчеркнуть, что когда я рассказываю другим людям об Иисусе Христе, это словно я включаю свет и в своей жизни, и в жизнях других людей, чтобы в этом свете Бог мог совершать свою работу, Бог мог совершать свои дела, Бог мог совершать свои великие и потрясающие дела. Поэтому я обратил внимание, что там, где благовествуется об Иисусе, там, где звучит проповедь об Иисусе Христе, там всегда что-то происходит, там всегда происходят какие-то события, чудеса, какие-то, знаешь, Божьи, ну, великие дела. То есть там происходит определенное движение, но там, где нету никакого благовестия об Иисусе, где люди молчат, где люди не свидетельствуют, где люди просто внутри себя свое христианство прячут, и никому об этом не говорят, и никому это не показывают. В жизнях этих людей, вокруг этих людей нету движения Божьего, нету какого-то, знаешь, ну, действия чудотворительного. Поэтому я говорю тебе сегодня, хочешь видеть чудеса Божьи в своей жизни, хочешь увидеть чудеса Божьи в жизнях тех людей, за которых ты так долго молишься, приди к этим людям и начни рассказывать им об Иисусе Христе. Не думай, что за тебя это сделает кто-то другой. Знаешь, я обращаю внимание твое еще раз, я постоянно вижу, там, где благовестие, там люди меняются. Там, где ты говоришь наркоманам, бомжам, алкоголикам о том, что Бог их любит, о том, что у Бога есть совершенно другая жизнь для этих людей, что-то начинает происходить. Те, кто всю свою жизнь отдали на то, чтобы бегать на точку и напиваться, эти люди меняются, они становятся совершенно другими. Недавно у нас была свадьба в церкви, это, ну, просто потрясающее свидетельство. Я лично знал и жениха, и невесту, а теперь уже мужа и жену. Потому что, когда мужа буквально принесли на руках в нашу церковь на воскресное служение, это просто был человек, который умирал, потому что он жил зимой в каком-то подвале, у него были распухшие пальцы, у него были ампутированы уже пальцы на ногах от того, что он просто их заморозил очень сильно. Это человек, который вообще ничего не хотел, он просто сказал, ну, несите меня куда хотите, делайте со мной, что хотите. То есть он позволил нам, чтобы мы что-то сделали для него. И я посадил его в свою машину и лично повез его в центр реабилитации. И знаешь, прошло какое-то время, этот человек изменился, потому что Иисус вошел в его сердце. Он стал совершенно другим, он стал служить Богу, любить Бога. И прошло какое-то время, в нашу церковь пришла также женщина, которая в свою очередь была алкоголичка, и которая ничего в своей жизни не знала хорошего, кроме точки, бутылки, самогонки и всякой руганья. Она попала в церковь, с ней поговорили, пообщались, ну, уже не я, у нас служители, отправили ее в другой реабилитационный центр. Она прошла реабилитацию, она полюбила Иисуса, она стала служить Иисусу. И они встретились в церкви, они полюбили друг друга, они приняли решение создать семью. И вот полтора месяца назад это была, знаешь, такая просто замечательная свадьба, свидетельство о том, что может сделать Бог в жизнях тех людей, которые никогда раньше вообще даже не думали о Его милости, о Его благодати, которые просто были погружены в дела дьявола. Знаешь, там, где ты благовествуешь, Бог совершает потрясающие чудеса. Люди, которые, казалось бы, ну, никогда не могут измениться, если ты включаешь свет. Сила Бога начинает действовать. Я бы мог привести тебе, по крайней мере, может быть, еще не знаю, там, 10-12 других свидетельств о том, что делает Господь, когда включается этот свет благовестия. Но я говорю это лишь только для одной простой причины. Чтобы тебя побудить, чтобы как-то, ну, тебя, дорогой брат, дорогая сестра, мотивировать, нести людям эту весть об Иисусе Христе. Там, где ты рассказываешь о Боге, и там, где ты рассказываешь о том, что Бог совершил, я чуть позже еще немножко это все сконкретизирую, сейчас просто немного образно говорю, но там, где ты благовествуешь, то там начинается действие великой Божьей силы. Поэтому миссия, я считаю, нашей церкви, по крайней мере, я говорю за нашу церковь, и я вижу эту миссию или цель того, что мы существуем в том городе, где мы существуем только одна причина. Мы там для неверующих людей. Мы там лишь только потому, что в этом городе есть еще неверующие люди. Если бы там были бы все верующие, я не знаю, была бы ли там такая нужда. Но если там есть неверующие люди, Бог поставил там свою церковь, Бог поднял там служителей, воскресную школу. Очень много детей приходит на воскресную школу, просто которые живут в семьях, знаешь, облюкающихся алкоголем и другими какими-то, ну, неправильными вещами. И слава Богу, что постепенно некоторые родители, они также начинают с детьми приходить. Когда мы молимся за детей в церкви, я всегда говорю детям, Дети, когда вы придете домой, скажите маме и скажите папе, Папа и мама, мы просим вас, отведите нас в воскресенье на воскресную школу. Мы не хотим одни идти такое долгое расстояние, мало ли что может случиться. Поэтому, папа и мама, отведите нас в воскресную школу. И ты знаешь, родители это делают. Они берут их за руку, они приводят их в воскресную школу, и поскольку нам надо полтора часа ждать, они просто сидят, слушают слово. И я верю, что через это Бог касается их жизни, и Бог касается их сердца. Дорогой человек, там, где ты благовествуешь об Иисусе Христе, там начинают совершаться великие дела Бога, потрясающие дела Бога. Поэтому никогда не забывай это, не прячь свое христианство, не пытайся сделать его скрытным, невидимым или лишь только для самого себя. Сделай христианство, ну или Христа в своем сердце явным. Ведь посмотри, как делает дьявол. Все, что тайное, дьявол это делает явным. Все, что принадлежит только двум людям, сатана выставляет это на экраны телевизоров, на экраны компьютеров, на различного рода какие-то телепередачи, где мусолятся и пережевываются какие-то непонятные сплетни, кто что подсмотрел, кто что видел и кто что сказал. Но все, что Бог сотворил явным, дьявол хочет это спрятать. Только не говори о том, что ты ходишь в эту церковь, что здесь собирают десятины, что здесь ты приносишь деньги. Не говори, что ты верующий. Просто скажи, да, ну как бы я верующий в сердце, в душе, но не говори о том, что ты любишь Иисуса Христа. То есть вот все вот эти внутренние чувства восстают в твоей душе, восстают в твоем разуме, потому что дьявол знает, как только будет звучать благая весть о Христе, его царство начинает разрушаться, его сила, она начинает уходить, приходит царство Бога и приходит сила Божья. Поэтому это очень просто, рассказать людям об Иисусе Христе. И вы знаете, какую важную вещь я хочу также сегодня, ну как бы сказать, вот в служении. Что значит рассказывать людям об Иисусе Христе? Для многих это, ну просто какое-то великое испытание. И мне часто говорили после, ну такого, ну как бы я общался с людьми, люди мне говорили, что ну я буду что рассказывать о Иисусе Христе? Я сам только совсем недавно пришел к Богу. Я не знаю Библию, я не знаю Новый Завет, я не знаю ничего, что я там другим людям буду рассказывать. Так вот я хочу сказать тебе очень простую вещь. Может быть она прозвучит несколько, как бы, да скажем, необычно. Для того, чтобы рассказывать людям благовестие о том, что Бог совершил, совсем не обязательно учиться в библейской школе. Совсем не обязательно где-либо в каком-либо месте проходить какие-то другие библейские курсы. Я хочу сказать, что это нужно для того, чтобы мы, ну духовно могли бы созидаться, возрастать духовно, чтобы познавали Бога. Но как причину сделать, то, что я другим не рассказываю о Боге, это будет совершенно некорректно. Потому что когда я говорю тебе благовестие, я не говорю тебе, чтобы ты проповедовал людям какие-то доктрины из Библии. Некоторые христиане, к сожалению, они так и делают. И знаешь, людям это совершенно не нужно. Они не хотят это слушать. Их не интересуют какие-то учения. Я имею в виду, может быть, в основном неверующих людей. Я лично говорю это с своего опыта. Если я начну говорить им что-то, там, про Ветхозаветний храм, сколько там было всего в этом храме, или другую какую-то теологию. Им просто скучно от этого. Но когда я говорю благовестие, знаешь, я имею только одно в виду. Это свидетельство. Это то, что Бог сделал в твоей лично жизни. Вот это людям будет интересно. Вот это людей действительно многих зацепит. Потому что если Бог для тебя эти вещи совершил, если Бог тебя освободил от алкоголя, от наркотиков, или, может быть, просто ты был хороший, успешный человек, но ты умирал где-то внутри себя от тоски, от скуки, от какого-то вакуума, от безделья, и Бог принес тебе смысл в твою жизнь, и ты начнешь рассказывать это кому-то, если это нету в жизни этого человека. Он обязательно знает кого-то, у кого такие же проблемы. И ему будет интересно это услышать. Поверь мне, пожалуйста, ему будет интересно об этом услышать. Поэтому когда я говорю тебе, верующий, дорогой человек, иди и проповедуй людям об Иисусе Христе, я не говорю, что ты должен изучить Библию, подготовить какую-то проповедь, и только тогда куда-то пойти. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что Бог сказал и призвал тебя. Сказать о том, что Он для тебя сделал. Скажи людям свое свидетельство. Ну куда еще проще? Скажи людям, неверующим, или людям, которых ты хочешь обратить к Богу, расскажи им то, что Бог для тебя совершил, что Бог в твоей жизни произвел, от чего Бог тебя избавил, каким, возможно, ты был, и каким ты стал, когда ты уверовал в Господа. Вот ты скажешь, ну это разве все? Дорогой, посмотри на Иисуса Христа. Когда Он служил людям, какие Он говорил им учения? Говорил ли Он им какие-то заумные фарисейские вещи, от которых люди уставали, или которым людям просто было неинтересно слушать? Он говорил им жизненные вещи. Он рассказывал им жизненные истории. Женщина хотела пойти на базар, и вдруг уронила свою золотую или дорогую серьгу. Она закатилась куда-то под диван, она начала искать ее. Или мужчина собрался на работу, и вдруг обнаружил, что не хватает, не знаю, одной машины в его гараже, да, если у него много машин, или что-то не хватает. Он начал это искать. То есть, понимаешь, Иисус говорил людям простые вещи, которые были жизненные, и которые подчеркивали это жизненное свидетельство. И поэтому людям было интересно, им было совершенно пополам, о чем говорили фарисеи и саддукеи, потому что они пытались навязывать им какой-то закон, какую-то теологию, что можно, что нельзя, что надо, что не надо. Людям это было неинтересно. Людям была интересна жизнь, что произошло с кем-то. И поэтому Иисус рассказывал им простые жизненные вещи. Богачий Лазарь, отец, который имел двоих сыновей, ушли они в другую страну, зерно, которое было брошено в землю. Но если ты внимательно читаешь Библию, ты не найдешь там того, чтобы свидетельство было связано напрямую с каким-то богословием. Но сегодня христианин говорит, я не могу свидетельствовать, потому что я не знаю Библию. Это, ну извини за выражение, просто отмазка. Я так скажу. Это на самом деле несущественный предлог. Ведь если мы обратим внимание на Первую Церковь, даже хотя бы вот этот момент можно взять на какой-то, ну, свой учет. Ведь посмотрите, дорогие, канон Нового Завета, он составился лишь только к 325-му, к 330-му году. Но я не историк, да, значит, не могу сейчас историю Церкви преподать тебе с точностью, особенно если кто-то может нас просмотреть сейчас через интернет, я, конечно, могу ошибиться. Но канон Ветхого и Нового Завета в том виде, в котором мы имеем его сейчас, он составился лишь только после 3-го столетия. До 3-го столетия у людей не было на руках вот той Библии, которая сейчас на руках у нас. У них не было на руках вот того канона, ну, свода книг Нового Завета, которые мы имеем сейчас. Возможно, у них были отдельные рукописи Павла, отдельные послания Иакова. Кто-то просто это слышал от кого-то, потому что вынуждены были переписывать от руки. Но того, что есть у нас сейчас, у них этого не было. И однако же, эта первая церковь, она смогла за эти 2 или за 3 столетия обратить Господу более там чем 50 или, я не знаю, там 30 или 40, ну, не помню точно, но огромное количество миллионов людей обратились к Богу. И когда задаешь себе вопрос, ну, что же было вот этим, как бы таким, да, сильным оружием благовестия, это не просто учение, это не просто доктрина. Учение и доктрина проповедуются в церкви. Вот как мы сейчас с вами здесь находимся, в этом месте проповедуются учения, в этом месте проповедуются какие-то принципы, какие-то доктрины. Но я говорю, дорогая душа, о неверующих людях, о людях, которым необходимо узнать о Боге. Этим людям нужно твое свидетельство. Им нужно твое свидетельство, что Бог для тебя совершил. И может быть, кто-то скажет, но я в своей жизни никаких свидетельств не имею. Для меня, возможно, Бог ничего особого не совершал. Поэтому, что я там кому буду говорить? У меня нету причины говорить. Я хочу тебе сказать, не ты один, ведь в церкви, правда? Есть очень много других людей, и не ты один находишься среди спасенных людей. Есть очень много других людей, у которых очень много интересных свидетельств. И даже если ты кому-то скажешь, это интересное свидетельство, это станет тоже орудием в руках твоих. Я недавно перечитывал историю, когда Иисус освободил человека от зависимости. И вот только вдумайся, пожалуйста, Иисус Христос, это, ну, помазанный учитель, это пастор с огромным стажем в своей жизни, если так вот выразиться. Он освобождает человека от легиона бесов. То есть человек живет на кладбище, он занимался, я не знаю, там разными безобразиями, шумел, пугал людей, бегал голым, и всякого рода другие какие-то, ну, безобразия творил. Одержим был бесами и демонами. И вот он прибежал к Иисусу, он получил освобождение. И что говорит ему Иисус? Перед тем, как идти куда-то, отучись сначала библейской школе, закончи курсы, потом мы еще проверим тебя, потом мы посмотрим на тебя, годишься ты или не годишься. И только тогда мы соберемся и решим, вообще, что нам с тобой делать. Знаешь, так поступали фарисеи, так поступали саддукеи. Иисус сказал, ну все, теперь даже за мной не надо идти, иди и расскажи людям о том, что я сделал в твоей жизни. Но я поправлюсь, конечно, за ним всегда надо идти, потому что это имеется в виду духовно, мы всегда должны следовать за учителем. Но когда он сказал, Господи, я хочу идти вместе с тобой, Иисус сказал, нет, 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 пойди в 10 городов и начни проповедовать Евангелие. Вот таким был Иисус Христос. Я когда про себя думаю, как пастор, смог бы я так поступить? Вот пришел человек, ну не знаю, я никого не оскорбляю, допустим, скажу, да, там пьяница, наркоман, алкоголик, пришел и покаялся, и Бог его освободил. Мог бы я ему сказать, слушай, я благословляю тебя, иди проповедуй всем, иди рассказывай. И я, наверное, по своей человеческой природе, по какому-то еще внутреннему такому, знаешь, зажатости, могу сказать, нет, нет, подожди, тебе надо курсы пройти сначала, тебе надо сначала закончить определенные какие-то там, не знаю, вещи, а потом уже я посмотрю, доверить тебе Бога служение, ну не Бога служения, конечно, доверить тебе благовестие или не доверить. Но знаешь, Иисус, Он исходил из других предпосылок, Он исходил из других каких-то ценностей, и Он сказал, иди и проповедуй. И Он пошел, и 10 городов начал идти, и всем рассказывал, что Иисус его жизни сделал. Я не говорю, что все должны так поступать, ты пойми меня тоже, дорогая душа, но я это как пример привожу, чтобы тебе сказать, у тебя нету причины сказать, что я не знаю Библию, поэтому я не могу никому людям рассказывать об Иисусе. Если они начнут задавать тебе вопросы, ну что, это проще простого тогда, тогда скажи, если я не могу тебе ответить, пойдем в церковь, пастор тебе ответит, пойдем в церковь, лидер домашней группы тебе ответит, но я не могу тебе сейчас вот сказать, почему Бог там, допустим, не может там, или может убить кого-то, или не может убить кого-то, мне это не сказать тебе, пойдем в церковь, там тебе ответят. Знаешь, вот это внутренняя такая, как бы, ну, наша зашоренность иногда, она мешает очень сильно. Благовестие, оно простое, расскажи человеку о том, что Бог совершил в твоей жизни. Если о себе нечего рассказывать, расскажи о том, что Бог совершил в жизни другого человека. Вот это и есть благовестие, свидетельство об Иисусе Христе. Ты скажешь, и все, а больше разы ничего не надо, может, надо еще там что-то добавить, может, надо еще там какие-то вещи сделать. Знаешь, Бог сказал, иди и проповедуй, а я буду делать то, что я должен делать. Ты делай свою часть дела, благовествуй мне, рассказывай людям, а я буду делать свое сейчас дело. Поэтому я тебя ободряю просто. Неси людям это благовестие. Итак, самое первое, вот на что хочу обратить ваше внимание, когда мы людям рассказываем об Иисусе Христе, знаешь, в нашей жизни включается Божий свет. В жизни других людей включается Божий свет. И сила Божья, она начинает действовать. Я как-то слышал в одной проповеди очень простую формулировку. Это меня очень сильно зацепило. Это мне очень сильно понравилось. И я понял, что я также должен это практиковать в своей жизни. Один пастор сказал, что когда я читал Место Писания, если я исповедую Иисуса Христа перед людьми, Он исповедует меня перед Богом. Я вдруг понял, что если я рассказываю людям об Иисусе Христе, то сам Иисус Христос на небесах Отцу рассказывает о мне, о моих нуждах, о моих проблемах, о моих трудностях, о том, что мне надо, в чем я нуждаюсь и что мне необходимо. И если сам Иисус Христос за меня начинает ходатайствовать перед Отцом, то неужели Отец откажет? Неужели Отец скажет, нет, нет, сынок, погоди, у меня нету времени на этого человека. Ну, то есть он так интересно обыграл эту ситуацию, но дал очень важную мысль понять. Если ты говоришь людям об Иисусе, то там, на небесах, Бог начинает решать твои проблемы, Бог начинает благословлять тебя, воздавать тебе благословением, начинает являть свою силу в твоей жизни. Это не так, что вначале Бог благослови меня, а потом я пойду и другим о тебе расскажу. Вначале Бог дай мне денег, вначале Господь устроил мою жизнь, вначале ответ на мою молитву, а то, чего я там другим буду людям рассказывать, это не так. Это все совсем по-другому. Вначале ты идешь и ты благовестуешь людям, ты рассказываешь людям, да, у тебя трудности, у тебя проблемы, у тебя какие-то жесткие жизненные ситуации, но пойми, как они решатся. Они как раз и решатся, тогда, когда ты начнешь другим говорить про Иисуса. Ведь это же есть Евангелие. А что такое Евангелие? Послание к римлянам, 1 глава, 26 стихе. Евангелие это сила Божья. Вы знаете, мы часто думаем, что сила Божья это Дух Святой, что сила Божья это присутствие Бога. И вот у нас, когда нету ничего, когда мы слабые, когда, возможно, мы духовно как-то нуждаемся, все, что мы можем как бы разуметь или подчерпнуть из какого-то опыта, это сила Божья мне нужна. Значит, надо больше молиться, значит, надо больше поститься, значит, надо больше Бога искать. То есть, я должен еще больше искать Бога. Вместо трех часов должен семь часов молиться. Вот тогда Господь явит свою силу и ответит мне в моей жизни. Я хочу сказать тебе, сила Божья, она выражена в других вещах. Бог сказал, моя сила это Евангелие, это проповедь об Иисусе Христе, это благовестие о моем Сыне Иисусе Христе. Если ты хочешь видеть в своей жизни мою силу, но ты никому обо мне ничего не говоришь, ты ничего не увидишь. Даже ты будешь молиться, даже ты будешь поститься, даже ты там будешь как-то духовно самосовершенствоваться, но Бог не изменяет своим принципам. Скажешь, а неужели молиться не надо? А неужели поститься не надо? А неужели не надо тогда как бы вот это духовное какое-то обучение? А вот это как раз и есть лодка с двумя веслами. Некоторых христиан только одно весло искать Бога, искать Бога, искать Бога. Искать больше Его, больше с Ним встречаться, больше с Ним общаться, больше с Ним быть. И вот все, что они знают по христианской жизни, это только встречаться с Богом, больше искать Его и больше молиться. Но лодка с одним веслом, она крутится на одном месте, она никуда не будет плыть, она никуда не будет двигаться. И это в конце концов людям надоедает. Они видят, что нет изменений, они видят, что как они были нищими, может быть, такими не остались, даже несмотря на то, что они в три ночи встают и молятся. Понимаешь, люди устают от этого. Но я хочу сказать, есть второе весло. Второе весло – это благовестие. Ты не только молишься и постишься и ищешь Бога, но ты к тому же еще рассказываешь другим людям о том, что Бог живой, о том, что Он Бог, который отвечает на молитвы, о том, что Он Бог, который слышит вас, Он Бог, который хочет вам помочь. И когда ты движешься вот таким образом, то твоя лодка, твоя жизнь, она плывет вперед. Поэтому я хочу просто тебя ободрить и сказать тебе, я лично имею внутреннее такое понимание, что все мои молитвы, все мои посты и все мои богоискания Бога, если они только лишь ради того, чтобы молиться, поститься и искать Бога, это бесполезно. Это не принесет мне никакой пользы. Но представьте себе такую ситуацию. Я, конечно, как бывший повар хотел бы именно вот этот, наверное, пример привести. Вы хотите кушать. У вас на столе лежит определенная еда. Но для того, чтобы ее употребить, вам необходимо просто ее порезать как бы на усваиваемые кусочки, чтобы вы могли бы не подавлясь, вернее, их просто прокушать. И у вас в руках есть ножик. Ножик – это инструмент. Ножик – это не просто, знаешь, вся жизнь твоя. Это просто инструмент, которым надо работать с этой едой. Вот так же я отношусь к молитве, к посту, к исканию Бога, к встречам с Богом. Это инструмент. Для чего Бог дает инструменты? Для того, чтобы ими можно было работать. Представь себе теперь человека, у которого есть в руках этот инструмент ножик. И вот он думает, чтобы нормально работать ножиком, надо его что? Заточить. Это же правильные мысли. Я не думаю, что это какие-то глупые, конечно. Это реально правильные мысли. И вот он начинает точить свой нож. Он точит его 5 минут. Потом он точит его 15 минут. Потом он точит его 150 минут. Потом точит его 1500 минут. И вот представьте, будет ли он живым после того, как пройдет 1500 минут? Наверное, вряд ли. Ножик, да, ножик будет острый. Ой-ой-ой, какой острый. Но человек умрет. Потому что он от точения ножа не насытит свое чрево. Не насытится. Вы понимаете, дорогие, что если мы молимся, это хорошо. Мы постимся, это замечательно. Мы встречаемся с Богом, это классно. Но если все, что мы делаем, это только молимся, постимся. И вот я имею в виду, вот это только тайная наша. И больше ничего. Да, мы заостряем наше орудие. Но для чего, для какой цели? А может быть, даже и сами не знаем для чего. И чем больше его заостряем, тем слабее становимся внутренне. И в конце концов, либо просто наша жизнь становится религиозной, либо какое-то происходит отпадение. Поэтому мы должны знать. Я это для себя прежде всего говорил. Ну и хочу тебе сказать. Ты должен знать и разуметь, что Бог дает тебе инструменты для того, чтобы ты мог делать Его дело. А Его дело, великое дело, только одно. Он сказал, я построю церковь. Создам церковь мою я. Но Он не сказал, что я пойду и буду людям благовествовать. Он сказал, вы идите и благовествуйте людям, а я буду созидать церковь мою. Поэтому у меня, как у пастора, у меня есть те дела, которые я делаю в церкви. У меня есть та ответственность, которую Бог дал мне делать в церкви. И я ее делаю, я стараюсь исполнять ее настолько, насколько это возможно. Но у меня есть еще другая ответственность, которая уже не в церкви, которая за стенами церкви, которая среди людей в этом мире, которая в городе или где-то в другом месте. Это ответственность нести людям благовестие об Иисусе Христе. Поэтому я говорю тебе сегодня, если ты хочешь реально увидеть силу Божию в своей жизни, иди и проповедуй. Знаешь, у нас есть в Кухлоярве хорошая возможность сейчас проповедовать людям. И я всем нашим говорю, у тебя нет денег. Ну, это я уже говорю только нашим. Я вам этого не говорю. Я говорил это вам, но это я вам не говорю, чтобы делать. Выходит, конечно, много людей выходит вперед молиться. Пастор, помолись, нет денег. Помолись, то болит, это болит. Я говорю сейчас не иронизируя. Я говорю сейчас, что реально есть у людей проблемы. Я им говорю следующее. Знаешь, я тебе даю хорошую рекомендацию. Вот люди к доктору приходят. Зачем? Для того, чтобы доктор, он дал им рецепт, сказал, что надо сделать. Сказал, как нужно, какое лекарство нужно принимать. Я говорю, вот хочешь увидеть силу Божию в своей жизни, вот иди в миссию Манна. Там постоянно собирается от 80 до 100 человек. Они сидят очень внимательно, тише воды, ниже травы. Они не шелохнутся, потому что они знают, что если они не отсидят, еду они не получат. Поэтому они сидят, все внимательно слушают. Все мобильники выключили. Знаешь, да иногда даже я удивляюсь. Он говорит, а в церкви не такая атмосфера, как в миссии Манна. Потому что у людей мотив сильный. Им дадут продуктовый пакет, если все будет хорошо. И вот они сидят, они могут сидеть 20 минут, они будут тебя внимательно слушать. Они будут все ловить с открытым ртом, что ты им говоришь. И шуршукать друг на друга, если кто-то перебивает. Я говорю, вот хорошая возможность. Иди в миссию Манна и проповедуй этим людям. Рассказывай им свои свидетельства. И ты увидишь, что Бог твою жизнь изменит. И ты знаешь, я хочу сказать тебе, это работает. Я сам убеждаюсь, когда у меня трудности, особенно когда у меня трудности, я иду в миссию Манна. И я проповедую там неверующим людям о том, что Бог их любит. Я не делаю, конечно, это специально, спекулируя, что у меня трудности, я туда иду. Но я знаю, когда я рассказываю людям об Иисусе, Бог что-то совершает и в моей жизни. Бог что-то совершает и для меня. Поэтому я хочу благовествовать. У меня есть мотив. Я могу даже, может быть, так сказать, не знаю, может это по-мирски прозвучит немножко. Но я пришел к выводу, что благовествовать в Евангелии это выгодно. Бог не платит мне зарплату. Он не перечисляет мне с неба на мой счет свет банка какие-то суммы за то, что я людям благовествую. Это не эта выгода, которая измеряется деньгами. Я говорю про другую выгоду. Я говорю про то, что когда я благовествую людям об Иисусе Христе, Бог начинает что-то со мной делать, в моей жизни производить свою работу, менять мое сердце, формировать мою жизнь, оттачивать меня, благословлять мою жизнь. И я в заключение хочу взять одну историю, чтобы и тем самым также ободрить тебя. Это история еще из Ветхого Завета, когда люди, они увидели, как действует сила Божья. Это четвертая книга Царств, это шестая глава. Это история о утонувшем топоре. Я не так давно читал это местописание, и ты знаешь, я увидел такую великую, ну, как бы для себя тайну, которую я раньше не замечал очень, как бы, когда читал это местописание. Люди пошли для того, чтобы что-то строить. Люди пошли для того, чтобы созидать себе какое-то жилище. И они начали работать своими руками, и у одного из этих людей топор просто упал и утонул в речке. И вы помните, что он пришел к Елисею, это четвертая книга Царств, шестая глава. Он пришел к Елисею, и он сказал, что, послушай, у меня проблема, вот у меня ко дну ушел этот топор. И на самом деле это была серьезная проблема, потому что если топор утонул, и он глубоко на дне лежит, его уже очень трудно достать. Знаешь, я подумал о том, что как много людей, которые находятся на дне, как много людей, которые находятся на дне жизни, просто они ушли ко дну. То есть они просто уже все, ничего из себя не представляют. Просто на дне у них дно полное. Как есть сейчас у молодежи такое слово, они говорят, да ты дно просто. Я, конечно, не знаю, что они в этом закладывая имеют в виду, но дно это значит уже все, дальше некуда. Человек дошел до последнего в своей жизни. Я подумал, как много людей в Кохлоярве лежат на дне жизни. Они что-то строили, они пытались семью создать, они пытались свою жизнь построить, они пытались, я не знаю, там что-то доброе делать, но произошла проблема, и они пошли ко дну. Потонули, все разрушилось, и сегодня они просто, как вот эти останки Титаника, где-то там глубоко-глубоко внизу, ползают на этом дне, пытаются какие-то крупицы собирать. Много людей, к сожалению, на дне своей жизни. И вот через эту историю, знаешь, Господь показал мне, как вот эти потопленные жизни, ну я так образно говорю, могут подниматься наверх, могут подниматься наверх, туда, где жизнь, туда, где сила, туда, где свет Божий, туда, где Божье просвещение. Одно, что очень сильно было, как бы, знаешь, в откровении, вот в этом, это когда было сказано человеку, отпили кусок дерева и брось этот кусок дерева, пусть плавает на воде. Конечно, можно говорить много о том, что это было видение, которое Бог изменяет у человека. И из дна хотел привлечь людей внимание наверх, на поверхность. Это было определено в смысле слова, чтобы человек не смотрел на дно, ему надо было смотреть просто наверх. И Господь сказал, взирайте на меня, на начальника и совершителя веры. Но мне открылось еще одно место здесь, еще один принцип, что это плавающее дерево на поверхности воды, это не что иное, как свидетельство человека, который говорит людям об Иисусе Христе. Потому что я образно увидел, когда ты говоришь людям об Иисусе, о том, что Он совершил в твоей жизни, о том, что было с тобой и что теперь стало с тобой, и кем Бог тебя сотворил. Это словно вот этот кусок дерева, который плавает наверху и не тонет, который не идет ко дну, потому что Бог явил в тебе свою силу. И когда человек, который находится на дне жизни, он слышит эти свидетельства, знаешь, что-то с ним происходит, он начинает подниматься на поверхность. И у нас в церкви мы решили просто взять такой курс, больше свидетельств, больше свидетельств. Потому что чем больше будет свидетельств, тем больше затонувших кораблей будут подниматься со дна на поверхность. Чем больше люди будут слышать свидетельства о Божьей славе, о Божьей силе, о Божьих делах, о Божьем могуществе, тем больше вещей в их жизни, которые утонули, они будут подниматься на поверхность. И знаешь, это как откровение просто пришло. Я понял так же и в своей жизни. Если я хочу, чтобы в моей жизни на поверхность поднялись те вещи, которые, казалось бы, навсегда уже потонули и никогда не могут быть найдены, мне нужно говорить свидетельства людям. Мне нужно рассказывать людям об Иисусе Христе. Тогда то, что на дне, оно начинает подниматься, оно начинает возвышаться, оно восстанавливается тогда. Поэтому, дорогой человек, вот я когда говорю тебе, благовестуй об Иисусе. Знаешь, речь не просто идет о росте церкви. Речь не просто идет о том, что через это церковь станет больше, она станет как бы, ну, более, так скажем, да, количественней. Я вкладываю, наверное, другую совершенно мысль. Твоя личная жизнь, она через это будет меняться. Твоя личная проблема, твоя нужда, твоя неотвеченная молитва, твоя неразрешенная ситуация, она через это будет меняться. То есть Бог сам возьмет своими руками и начнет менять это в твоей жизни. Потому что ты начинаешь говорить об Иисусе. И поверь, это, наверное, одна из наиболее опасных проповедей для сатаны или опасного для дьявола, это слышать, что ты говоришь о том, что Иисус сделал в твоей жизни. И даже если это будет один человек, даже если это будет два человека, или если это будет просто ребенок, понимаешь, это не так имеет большое значение, как имеет значение то, что ты несешь благовестие. Поэтому я просто ободряю тебя. Начинай благовествовать, если у тебя есть проблемы. Если у тебя финансовые нужды, начинай свидетельствовать, начинай говорить людям о Боге, который спас тебя. Если у тебя семейные проблемы, начинай рассказывать людям о Боге. Если у тебя любые проблемы, какие бы только ни были у тебя проблемы, я тебе хочу сказать, не запирайся, не замыкайся, не пытайся найти решение каким-то другим путем. Начинай свидетельствовать. Расскажи кому-то об Иисусе. Я верю, что ты увидишь, как сила Бога начнет в твоей жизни производить какую-то работу. Знаешь, вот все люди, которые благовествовали, это люди, которые Господь обеспечивал, это люди, которым Господь давал все необходимое, это люди, которые никогда не умирали с голоду, это люди, которые не нуждались в каких-то, скажем, да, вещах, в которых нуждались они до того, когда они не благовествовали, когда они не знали Бога. Бог вообще, Он ничего не жалеет, я бы сказал так, Он никогда ничего не жалеет, но когда речь идет о деле Евангелия, я верю, что Бог готов дать все, все необходимое, лишь бы только Евангелие благовествовалось. Поэтому, ободряя тебя, хочу сказать, что есть сила Божья в твоих устах, есть сила Божья в твоем сердце. Начни людям рассказывать о том, что Бог их любит. Это включается свет, это Божьи дела, это Божья сила. Божья в твоем сердце. Божья в твоем сердце.